То же самое замечательно. А мы переодели комплект, и сейчас немножко поговорим о нем. Это брюки и топ. То есть на топе как раз-таки вышивка. И здесь смотрю снова на брюках люрекс, да? Да, это такое металлическое, металлизированное напыление. Такой натуральный шелк, он как плотный очень. Очень шикарная ткань. Он струится. Он струится, да. Именно вот эта складка, которая заложена в брюках для ширины брюков. И она шикарно спадает. Она тяжелая ткань, в то же время благородный такой отлив. Знаешь, что я тебе сейчас хочу сказать? Даже для меня, для дизайнера, у которого показы в Кремле, не сделал никто такой репортаж. Я сейчас. У меня такая мысль мелькнула. Так что тебе повезло. Мне очень повезло. Я даже до сих пор не понимаю, как мне повезло. Потому что, получается, когда я в те моменты, когда я сомневалась... Вот расскажи про сомнения. Да, на метафе, да. Единственный человек... Ну, два человека есть. Моя подруга Оля и Ирина Кузьмина. Это те люди, которые мне сказали, что ты не имеешь права бросить. Сдаваться. Сдаваться, да. Хотя у меня, конечно, в ситуации вынуждали сдаваться. Но всё-таки, когда ты начинаешь как хобби, например, да. Ну, мне не было сразу изначально прямо сказать, что это хобби. Я позже расскажу маленькую историю. А это же, получается, ну, не очень дёшево. Вложение. Вложение, да. В то время, когда тебе хочется пойти купить красивые сапожки, ты садишься за гаджет-телефон и на сайте заказываешь бисер. У тебя уже приоритеты, инвестиции в себя. И сапожки уже только во снах. Сапожки были во снах. Они у меня появились только сейчас, спустя шесть лет. Но зато видишь, что ты к себе притянула уже, ты демонстрируешь на неделях моды это всё. И это большое достижение. Сколько ты занимаешься этим? Начала я, да, шесть с половиной, около шести лет. Ну, уже прямо сказать, что прям осознанно. Ну, как сказать, я осознанно. Это прям любовь с первого стишка. И ты же обучалась самостоятельно, да? Я самостоятельно обучалась. Мы с тобой об этом говорили. Я тебе говорил даже, что это может быть даже и интереснее познавать самой. А кому-то даётся, вот через людей приходит именно обучение, а кому-то наоборот интереснее и результат гораздо прочнее, что ли. Когда ты сама нашла свою изюминку, тебя никто не направлял. Это тоже очень важно. Да, у меня как-то... Я всё это, получается, подсматривала. И очень долго была насмотренность у Шанель Ателье. Благо, ну, есть интернет. И то, чем... Когда говорят, то чем ты хочешь заниматься, допустим, любимое дело или... Ну, в таком плане, да? У меня трое детей, и у меня родилась третья дочь. И когда она родилась, у меня было время до двух ночи, до кормления ночного. А вот кто у тебя дети? Ну, в смысле, девочки? Сын Олег, ему 14, сейчас Катерина, 8 лет, и Мария, ей сейчас 7 лет. Именно с супруга выбирали? Сына я назвала, мне приснилось, с аудитория. Тогда у меня была как раз дипломная работа, я училась на пятом курсе, и мне вот как-то всё это... Скажи, пожалуйста, с какого города ты приехала в Тулу? Пусть твои земляки тебя поддержат, чтобы они знали, что ты оттуда, не только, но вот то, что ты сейчас в Туле живёшь. Родилась я в Казахстане, прожила там только 3 месяца. Потом мои родители вернулись в Киргизию, раньше был Советский Союз, и мои родители жили там. И всё своё детство я провела в красоте солнца, гор, наблюдала за всей этой природой. И для меня это было, ну, как естественно. Вдыхала свежий воздух. Вдыхала свежий воздух, натуральные продукты. Закончила я политехнический. Можно позавидовать. Я сама себе сейчас завидую. Хочется туда? Климат, травы, ну, не знаю, это солнце. Ты рассказывала, что ты собирала травы. Да. Сушила. Меня называли Надя Травница, потому что я очень сильно увлекалась книжками, которые, вот, народные рецепты. Ну что, мы Эву отпускаем, ей нужно бежать, у неё дела. Она у нас занятая, ну, конечно, такая красавица. Очень красивая девочка. Всё, спасибо большое. И идём в студию. Ну, у нас проходит чаепитие. Мы добрались до кухни. Ирина угощает. Вкусные конфеты. Естественно, Надюшка. Чай, наверное, тоже вкусный. Сейчас будем нюхать и пить. Надюшка. Да, уже очень хочется чая. Да, у нас немножко пауза, почти кофе-брейк. И будем дальше обсуждать. Ну, мы не остановились, мы дальше обсуждаем. Вот Ирина нашла здесь такую вещь, которая тоже сделана руками нашей Надежды. Это брелок. На ключи. Получается брелок. Да. Называется. То есть это брелочек на ключи. Очень изящно. Дусторонний, да. Да. Кто хочет подчеркнуть не только свой статус. Индивидуальность. И свою индивидуальность, именно персону. Как говорится, милости просим. Да, вот Ирина сегодня индивидуальность свою подчеркнул, допустим, такой блузой. Правда, Ирина? Да. Необычной. У нас были люди, знаете, которые спросили. Сейчас я смотрю, думаю, куда приколоть. Не хочет. За пуговичку. Вот. У нас были люди. Нет, не будет. Пусть просто. Тогда, как положено, за воротничок. Закладываем за воротничок. Да. И все время, когда были спрашивания. Говорит, так, а где у вас голова? Я говорю, у меня голова. Говорит, где у всех? Боже мой, боже мой. На месте. Говорит, а что же там? Не иначе, как для второй головы. Я говорю, ну, в моем возрасте уже не отрастет. У меня в одной все помещается. Но в любом случае это то, что позволяет задуматься не только мне, но и людям, коллегам, партнерам. А ведь мне привело к мысли, что нам иногда приходится работать за двоих. И вот где нужна вторая голова? Вот тут-то она и нужна. Она очень большой трудоголик. Потому что, помимо того, что она совмещает еще несколько профессий в себе и организационными делами, она занимается очень всегда, ну, как сказать, я участвовала в открытии как раз данного... А сколько, кстати, вам? Сколько вы открыли? У нас в ателье 7 лет. Я думаю, что... Хорошая дата. Эти годы мы... Сначала мы были по соседству, а потом Ирина переехала сюда. И вот весь этот ремонт, она занималась организацией. У нее необычайно взгляд, вкус, я не знаю, вот очень стильно, да, вот стильно всегда, всегда стильно. То есть, получается, она... Лаконично все. Локация менялась. Я присутствовала вот за эти 7 лет два раза, да? Это, получается, третий, третий. И они совершенно разные и уютные. Туда приходишь, ну, сюда приходишь, здесь настолько все продумано. Место меняется, а качество остается, я бы так сказал. Качество, да, остается. Всегда все продумано. Конечно, участвуют профессионалы. Ирина очень собирает вокруг себя всегда профессионалов. Ну, это незабываемо было. Давайте за это выпьем. Поднимем наши красивые чашки. Обыкновенно так же я... Я думаю, любая жидкость, она впитывает пожелания. И здесь пожелания, я думаю, что будут именно миру, чтобы он стал прекраснее, добрее, лучше. Да, согласен полностью. Мир и то, что нас ожидает в будущем, это прекрасно, я не сомневаюсь. Есть еще и прошлое. Вот почему я говорю об этом, потому что вот эти бусы, они из прошлого. Это сегодня те самые бусы, которые я купил сегодня здесь, на Блошином рынке, в городе Тула. Посмотрите, какие они невероятные, посмотрите, какие они красивые. И совсем скоро вы их увидите на подиуме, на моделях Ивана Рыбникова, что очень радует. Вот Надежда села на свое рабочее место и продемонстрирует нам свои стишки. Это вот в какой-то технике сейчас? В таблинивильской технике, во французской технике, получается, она подается... Лицо я не вижу, она подается с изнанки, да? Я с лица внизу, я не вижу, как, получается, шлипую, да? Ощущаешь руками только, да? Я ощущаю только, да, руками. А потом, при окончании работы, мы переворачиваем раму и уже смотрим результат, как все ли у нас правильно. Это сейчас происходит момент на сеточке, также можно вышивать и на непрозрачных тканях. Главное, ну, конечно, можно и на растяжимых, но в приоритете, конечно, нерастяжимые ткани, чтобы мы натянули барабан. Самое главное, чтобы был натянут... Тут у тебя начерчен рисунок, границы, да, выточки, выточки внесены. Да. Как одна женщина у меня из клиенток. Ваня, выточи меня, выточи. То есть, так она просила выточки. Ну, есть же такие дамы индивидуальности, которые ведут себя своеобразно. Вот она как раз была такой, эта дама. Сейчас получается короткий такой момент. Это у тебя спинка здесь, да? Здесь, да, спинка. Полочку мы покажем уже готовую на манекене. Мы сейчас перевернем раму. А вот у тебя здесь киреневая. Получается, на полочке мы покажем, там выполнена в технике жгута, она объемная. Спинка уже просто под наклоном бисер, рубка. Рубка очень такая карамельная, я ее называю сатиновая рубка. Она с таким, с игрой цвета. И потом дальше, в дальнейшем, это все обвязываю круглым бисером, как вот сейчас я демонстрирую. Края, да? А, вот здесь. Мне нужен такой переход. Заполнение такое, да? И заполнение, и переход, как растушевка, да? Когда художник рисует, он сначала темную линию рисует, темный бисер, а потом уже растушевка. Чтобы работа была более тонкой, да? Она была такая, да, уже по ткани, по цвету ткани, все. Вот этот бисер, жемчужный, он абсолютно попадает в том ткани, которая уже задумана для этого изделия. Можно показать, что цвету можно, да? Допустим, есть еще техника, которой я также пользуюсь, когда составляю какой-то новый узор, новую работу. Я это делаю для того, чтобы можно было экономить время, в плане, чтобы можно быстро распустить, что-то добавить, что-то, вот, например, переходы, да? Да, да, сейчас вот мы закрепляем. И минуточку. Волнуешься? Нет. Ну, да, или ты спокойно сидишь, ничто не отвлекает, это нормально, да, чтобы никто не стоял над душой, конечно. Просто, да. Закрепляю узелочки, чтобы они в дальнейшем были уже, как на машинке шьют туда-обратно. Закрепочку. Закрепочку ставлю, да, обязательно. Ну, сейчас, в таком быстром варианте, это уже одевается бусина, хрустальная бусина. Ты ее придерживаешь пальчиком? Я ее придерживаю пальчиком. Это индийская техника, она может делаться также индийским крючком, тончайшим. Ну, здесь у меня позволяет расстояние. И вот таким образом. По одной ты сбросила. Можно их подряд, но я еще делаю часто, когда разрабатываю, такой техникой пользуюсь, если, например, бусина, жемчуг, бусина и хрустальный камень. И тогда мне нужно постоянно подбирать, да, по... Я мне проще, конечно, вот это делать вот на лицо. Я добавляю то пайетку. Ну, вот уже по фантазии то, что приходит, опять же, что не нравится. А еще интересный момент. У меня есть, было два платья. Одно есть, а одно продано уже. Где присутствует как раз вышивка от Надежды. Она мне делала подарок. Спасибо, мне очень приятно. Помнишь, да? Помнишь? Да, ее платье я не видела. А, это была другая. Так, подожди. А, нет, я путаю. Это была другая вышивальщица. Слушай, вот у меня уже в голове. Это другая вышивальщица. А твои еще лежат подарки. Еще я их не использовал. Ну, я, кстати, очень жду, потому что, когда ты даришь вышивку, да, когда она долго не находит свое место, ты понимаешь, что это не туда, не для того. Ничего такого не понимая. Она просто ждет свое времени. Да, она ждет свое времени. И когда вот ты даришь вышивку, и очень хочется видеть результат, тем более результат от дизайнера уровня, который вот очень интересный. Да. Так, что еще мы покажем? Можно это сейчас распустить. Я просто это показала, как мы работаем, чтобы мы ничего не потеряли, потому что в дальнейшем я сейчас покажу, как это должно получиться в работе. Это мы показали процесс работы. Еще большие камни пришиваются иглой. Также можно и крючком их пришить. Все по ходу подбирается под каждую вышивку индивидуально, под каждый узор. Эти можно, эти я планирую, сейчас покажу пайетками. Пойдемте, покажем лицо, полочку. То есть, только что ты нам показывала спинку, а вот у тебя готовая полочка, выполненная. Да, я как раз там говорила, что мы делаем направление бисера, да, просто чтобы показать саму тонкость работы. А здесь уже выполнена техника жгут. Видите, она объемная, потому что сначала вышивается основа, и потом дополнительно сверху уже показывается объем. Это вот лицо, полочка. Здесь я применила пайетки. Но их почти не видно даже. Их почти не видно, но за счет вот этой легкости у них есть такое заполнение, да, и вот мне хотелось вот эту легкость, потому что жгут сам по себе очень такой тяжелый и сложный узор, работа. Вот, здесь еще камни очень мне нравятся. Видите, творожки, да? Вот, в данной работе применяю я прециозу, но она очень тоже хорошо себя зарекомендовала. Ничем не хуже, да? Ну да. Вот. А рукав будет у этого платья? Будешь вышивать? Кстати, я люблю вышитые рукава, это очень красиво. Когда задумывалась этот эскиз, можно я покажу эскиз? Сделай хотя бы по низу рукава. А, вот так, ага, вот он. Сначала создается такой эскиз. Когда я создаю эскиз, я, получается, представляю, в каких техниках это будет вышито. Потом уже по ходу, здесь у меня планировалось, конечно, ну, тоже жгут вот по вот этим вот палеткам, да, но когда ты делаешь эскиз, ты до конца не понимаешь, как что родится, потому что ты представляешь одно, а в результате получается другое. Вот, и получается, сюда планировалось, чтобы была грудь закрыта, но, благодаря, ну, грудь, пояс и немножечко горловина. Ну, так как я разогналась... Ну, в процессе ты уже увидела следующую картинку. В процессе, да, в процессе мне показалось, что для данного оттенка, он такой интересный оттенок ткани, и мне еще позаду, он был основой, не за юбки, а верх я вышиваю на вот таком цвете, ровной, пыльной розы, да, и сама ткань, основа сетки тоже на этом, и мне захотелось добавить вот этой как раз, ну, как... Ну, ажурность, назовем ее, да? Да, вот добавить вот именно оттенка посветлее, чтобы отштриховать немножечко. Еще один оттенок. Да, чтобы, потому что мне показалось, что вот слишком ярко, мне захотелось вот плюс добавить еще блеска. Ну, в принципе, так и должно быть контраст, он должен присутствовать. Оттенить, да. Вот, и получается, так вот, объем дался, не как задумывалась просто грудь. Ну, с другой стороны, здесь уже закрывается полностью, да, здесь все, вот. И рукава, обязательно будут рукава, будут не из этой ткани, потому что мной принято решение, что... Нет, рукава будут вышиваться ли? Они будут вышиты, да. Вышиты, да. Потому что, может быть, в дальнейшем я сделаю платье просто из этой ткани, без сетки, ну, из вот этой сетки, да. А здесь мне хочется вот пышности. Просто сейчас мы накололи это просто для общего вида, общей картины. Вот. Рукава обязательно будут вышиваться, и на них будет больше завитков и больше тяжелых камней. Хочется вот сейчас вот как раз такой тренд, да, рукав. Эпалеты делают, да. Изобилие, да. Изобилие рукава, да, хочется. Ну, они вот будут в стиле вышиты, как спинка, но там будет больше просто камней. Ну, вот именно больших камней. Хорошо. Давай, там у тебя еще несколько изделий висят, я вижу. Давай их еще продемонстрируем. Я вот его видел даже сейчас, когда я участвовал у тебя в показе, как модель. Как раз было это платье тоже выходило. В моем первом показе Иван Рызников был моей моделью. Я, кстати, очень, мне интересна мужская тема. Я, наверное, как-то к этому... Продолжай ее продолжать, конечно. Я хочу найти ту сферу вышивки, которая будет интересна и тоже мужчинам. Например, сейчас в виде аксессуаров, тех же запонок, вот, в Академии Матабене у нас есть. Да, видели, показали, да. Да, тоже хочется, мне очень хочется тоже работать для мужчин, тоже не только для женщин. Я хочу тебя похворить, знаешь, в чем? Что ты... Держи. Что ты... У тебя есть все-таки время, ты успеваешь. Вот я не успеваю пришить свой лейб. Это я тебе открою секрет. Я, когда ехала в Москву на показ Бест Персоны, когда мы с тобой встретились, и я прям в дороге открыла чемодан, и девушка рядом со мной сидела и говорит, что вы делаете? Я говорю, вы знаете, я всю ночь не спала, у меня было все, но мне обязательно нужно это делать. Походу уже... Я сейчас тебе вот это почему ахнул, потому что я тоже, знаешь, я сидел и в поезде вышивал, и пришивал, и чуть ли не в самолете. То есть мне и смешно было, и, наверное, родная душа, потому что я тоже никогда не стеснялся, учитывая, что я еще парень, я доставал и делал. Потому что мне это нужно, потому что никто за тебя, нашу работу никто не сделает. Для меня самое... мне очень интересно, как говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как работает человек. Я в разные сферы, когда встречаю профессионалов, я вот просто погружаюсь в процесс и готова смотреть. Ничего в этом... Так, вот следующий у тебя детская здесь красота. Да, также еще... Царская. У меня получается детские, да, платья. Да, очень красиво. Это... в этом участие принимала и в эскизе. Покажите мне девочку, ребенка, которая не захочет такое платье. Это вот моя, получается, коллега по платью, потому что она одобривала, это как клиент. Она подходила к раме, когда я вышивала, она говорила, нет, вот этот камень убери, он будет слишком. И, в общем, под руководством девочки, которая его одевала, делалась эта работа. И изготовилась эта платья. Да, даже вплоть до длины платья попросила срезать слишком длинно. Вот ей нужна была именно такая длина. А тут пояс или что, нету ничего? Нет, она не любит этот пояс. Она любит, когда все просто, просторно, комфортно. Красивый рисунок, очень красивый. Да, очень хорошее качество материал. Бисер, да? Да, вот эта рубка получилась. Какая-то стеклярус, да. Стеклярус, да. И вышита металлизированная нить. Ну, в принципе, она так, это уже для знающих, да, чтобы был контур такой размытый. Вот. И потрясающе она играет. Здесь, чтобы облегчить, ну, девочка камня не захотела, мы сделали цветочки, вот такие чаши пайетки в середине. Так, и у нас еще там топ остался. Топ в интервью Ване, он говорил, что ругал меня за изделие, которое я слишком обильно вышила. Перемудряешь. Перемудряю, да. Это как раз было изделие вот про это изделие. Про этот топ. Здесь была задумка, вот брюки белые, да, задумка галстука. Я, ну, не хотела я его перегружать, потому что, в принципе, по объему работы здесь тоже рубка, ой, стеклярус, который микро, то есть он миллиметровый в радиусе, да, в диаметре, сказать честно. Вот, и еще тут, вот сама вот техника, вот в плане, что фактуру показать, то есть тут разного цвета материал, разного размера, понимаете, здесь сатиновая рубка, здесь две, здесь одна рубка, а один круглый. И когда в совокупе все изделие смотрится, оно смотрится вот с фактурой, со своей, да, вот хочется ее тоже показать. Ну, это вот такие. И спинку, да. Ой, карманы. Спинку, конечно, уже. А у тебя что к нему, у тебя же здесь тоже брюки? Белые брюки. Белые брюки. Белые палаццо. Комплект. Белые брюки, да, широкие, очень красиво получилось. Ну что, ну хорошо, ну красота, я доволен, что я, в принципе, пришел вот в это ателье и познакомился с Ириной прекрасной, и мы прекрасно побеседовали за чаем. И как раз показал, смог показать вам Надюшку, что есть люди, которые своими руками, затрачивая такое большое время, изготавливают вот такие красивые вещи. А можно еще одну секунду? И немножко вы углубились сейчас, да, Надюш, и увидели, насколько это трудоемко, и как порой тяжело человеку, преодолевая свои даже личные какие-то, да, вот у Надя, трое детей, моменты, найти время для этого. Но она находит, она делает, и все это выливается вот в такую красивую картину, которой мы, вот другие остальные люди, да, могут любоваться. Да, Надюш? Я хотела показать изнанку вышивки. Давай. А я бы для интервью все-таки туда. Туда, чуть-чуть. Потому что это у нас как бы такая, ну, зону кулуарная. А людям-то интересно, ну давайте. Потому что я даже вот это, и вот, допустим, черный, что мы не показывали еще, повесить в примерочном, чтобы не было других. А, ну давайте, давайте, да, чуть-чуть. Мне кажется, так пластичнее будет, как вы думаете? Но изнанку, я прям думаю, на закрытую. Ну, получается, эта вышивка, она вышита из разного цвета, ну, как сказать, из разного бисера, да. Я хотела показать не только лицо, которое все видят, да, то, что, но эту вышивку можно носить даже, ну, применять без подклада. То есть здесь идеальная изнанка, здесь нет никаких узлов, никаких ниток, она закреплена хорошо, и мы, получается, можем использовать ее даже как с эффектом, например, голого тела, да, с эффектом для спины, например, или плеч. Она, вот, получается, вот, можно сразу без подклада применять. Понятно, я вижу у тебя вот там в краю пробные вот эти стежки, да, строчки. Из чего выполнен у тебя как... Это был, да, это был, я купила, мне пришел бисер, и он, видите, он разный, круглый, серебристый, матовый серебристый, ну, сиреневый, ну, а также. И здесь я прикладывала как раз для той вышивки, которую мы сейчас рассматривали, я рассматривала, какой техники я буду это делать, как он смотрится вместе сам. Понятно, скажи еще один вопрос возник. А если тебе заказать просто вот такой элемент, потому что швей, портник, очень много, и она захочет только вот купить вот такую вышивку и самой уже сшить эту полочку и добавить там платье, юбку, низ из ткани, которую она купила. Сколько будет такая стоить? И, пожалуйста, я тебя прошу, не говори, говори реальную цену, не занижай, потому что я знаю, что ты стеснительный человек, душевный, но оценивай свою работу, свой труд правильно. Вот конкретно вот эта вышивка для меня, ну, я цену поставила 10 тысяч, ну, стоит она 10 тысяч по работе, по времени затраченному на нее. Ведь у нас же, получается, ты учитываешь и материалы, какого качества, и материалы, которые у тебя приходят, и, опять же, время, которое ты затрачиваешь на работу. 10 тысяч она стоит. Ну, сейчас вот я ее продаю за 7, вот, например. У меня бывают такие работы, которые я готова, да, продать. В хорошие руки. Да, в хорошие руки. Здесь, получается, сделать только выточку, допустим, по клиенту, ну, по фигуре человека, там уже на месте. И здесь, получается, вот, под реглан. А можно и выкроить по лекалу, потому что оно вышивается вот квадрат. То есть, здесь ложишь на лекало и используешь уже, как тебе по размеру надо. Совершенно прекрасно смотрится. У нас есть видео, да, на эту тему, на манекене. Ну, хорошо, замечательно. Очень красиво, поэтому... Ну, она, конечно, не везет всяких гутов, но она очень интересно смотрится. Мы этим видео, я думаю, всем, о чем мы сегодня говорили, вдохновим многих женщин, девушек также взяться и рукодельничать. Все, Надюш, всего доброго. Ничего невозможного, если ты хочешь, если тебе нравится. Ириш, тоже спасибо за гостеприимство. Может быть, пару слов, да? Что сказать, совершенно сейчас чудесное состояние, оно потрясающее. Именно от творческих идей и от того, что Надежда делает, я сегодня увидела это прям в концентрированном таком состоянии. Столько бреска, такой набор бисера, рубки, камней. И это действительно создает определенный тон для изделия. Это создает настроение для человека. И делает, не знаю, очень многое, то есть возвышает, возвышает нас. Плюс еще энергия, да, которая для человека. Конечно. Ручная работа – это то, что мастер с любовью вкладывает в каждый стежок, и это невозможно не чувствовать. Так что, мне кажется, сегодня совершенно не случайно мы здесь собрались. Иван у нас в режиме репортажа эту информацию собрал, и модель демонстрировала, и Надежда показала свои работы. И это очень здорово. И я думаю, что не только здорово, но и полезно. Спасибо. И вам спасибо большое. Спасибо. Пошел процесс. Ваня, сегодня я, ну, собиралась на нашу с тобой встречу, и эта вышивка, опять же, почему-то у меня отложилась сама по себе, убралась. Ну, я не могла понять, почему. Но сегодня я ее достала и поняла, что это я, ну, хочу благодарить тебя и подарить тебе. Потому что я знаю, что ты применишь ее. И мне очень интересно, когда люди действительно это ценят, ну, в плане меня, а мои работы. Вот, и хочется Ванин взгляд, да, на мои работы, как бы, как он это видит, какие материалы он применит при создании этого изделия, допустим, да. Это очень для меня, ну, если ты примешь, мне очень приятно будет видеть твои результаты. То есть, это такая, ну, частичка любви и благодарности. Ну, что значит, примешь, как можно это не принять. И у меня глаза расширились, и большое удовольствие появилось. Я вообще думаю, что мысль-то моя появилась не зря, приехать, вернее, я за день, ну, за день, да, я тебе написал, Надя, я еду в Тулу, и нужно снять вот такое видео. У нас был один день. Тем более, я за день, еще до этого за день, я сбросил ей видео, где в интервью я говорю, рассказываю о ней. И наверняка это был такой посыл и начало вот этого всего. А я в посте Инстаграм написала, Ваня люблю, скучаю. Да. Ну, у меня вот потребность в общении, в линии энергии, да, с Ваней, потому что я знаю, что он понимает. И еще, что самое главное, если вам было интересно все это смотреть, вы нам, пожалуйста, скажите, откомментируйте. И у нас есть новые идеи, и мы для вас снова снимем новые серии, новые части, где раскроем еще и другие фрагменты, моменты творчества вот этого рукоделия. У нас есть фишечки новые для вас. Секреты. Да, секреты. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. А вот еще один подарок от хозяйки этого ателье, этого прекрасного пространства. Это медочек, мед, медвежонок. Ирина сама придумала, разработала вот это логотип, название, да, Ирина? Бренд вкусный мед. Ну, вручайте тогда, вот тут выше пока рядом стоите. Ну, что, у нас прям почти дубль два. От Тульской губернии, Иван, вам. Для творческих мыслей. Подъема. Для повышения вообще всего, чего только можно. И здоровье, главное, мед приносит. Конечно, туда это все входит. Так вот, чтобы вы вкушали этот натуральный мед, вспоминали нас и творили, держите. Огромное спасибо, да. Так приятно. Классный медочек, классная вышивка, классные девчонки. Супер, спасибо большое. Взаимно. До новых встреч.